Рассказываем, почему в Звездных Войнах возможно монархия, а в современной России нет. Монархия – это когда один человек управляет государством. Это эффективно в доиндустриальном обществе, где у власти крупные землевладельцы, их немного, монарх всех знает лично. В индустриальном обществе надо защищать интересы промышленности, которой много, которая разнообразная, которая быстро меняется. Поэтому нужно что-то коллегиальное и регулярно переизбираемое. Возможен монарх без власти, вроде английской королевы. В России есть аналог – это патриарх. Он присутствует на правительственных мероприятиях, но реальной власти не имеет. А в былые времена патриарх Адриан вместе с царем подписывал государственные документы. В Саудовской Аравии королевская семья владеет всем, что связано с нефтью, и страна живет за счет экспорта нефти. Амбиций строить космические корабли Саудовская Аравия не имеет, поэтому там замечательно монархия. А Россия – слишком большая и сложная страна, чтобы ей управлять в одиночку. Реалистичнее была бы цивилизация Великого Кольца из романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». И там нет никаких монархий. Там коммунизм и советы ученых как наиболее рациональное из того, что можно было придумать в то время. Обратите внимание, в «Звездных войнах» не индустриальное общество. Они хоть и летают по космосу, но трудоемкость производства техники нереально низкая и вполне возможна для средневековых ремесленников. Например, сын рабыни, малолетний Энакин Скайокер, может изготовить гоночное транспортное средство. Один. Или дикарь из первобытного племени угоняет что-то летающее, и ловка на этой фигне носится среди деревьев. Значит, у дикарей такое есть. Или Чубаке. Для разговоров о устройстве и управлении космическим кораблем хватает рычания. Ох, возможно, для производства техники. Там используют магию, которую джедаи называют сила. Огромный шагатель и звезда смерти явно намедитированы, причем под психотропным препаратом. И у джедаев, и у ситхов есть свои храмы. Они там осваивают духовные практики, которые успешно используются в военном деле. У них религия реально влияет на материальный мир. Они как у нас? Освящай машину, не освящай машину, освящай оружие, не освящай оружие. Мощнее от этого не станет. Там, наверное, какой-нибудь попадан из чудотворной иконы мог бы разбить и ситхов, и джедаев. Вот из истории мы знаем, что для церкви как раз монархия удобнее, чем другая форма власти. Так что мир звездных войн с такими космическими кораблями и при условии такого действия сверхъестественных сил вполне логичен и может быть даже реален.